Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Юлия Зыкова. Подземный налет. Столичные правоохранители ищут троих хулиганов, которые напали на 17-летнего школьника на станции метро Площадь Победы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дебошир из кулаками набросились на парня, а один из них даже укусил подростка за ногу. Услышав, как диспетчер по громкой связи вызывает сотрудника милиции, злоумышленники скрылись. Большие пробки. Для многих столичных водителей этот день начался с негативных эмоций. Причина – ремонт проспекта независимости. Из-за работ на оживленной магистрали образовался внушительный затор. Дорожники просят автовладельцев правильно понять ситуацию, ведь скоро на этом участке будет надежное и качественное покрытие. Наш дежурный по городу Дарья Шафаренко посмотрела на работу строителей со стороны. Дорожная реанимация в роли пациента – главный проспект столицы. Чтобы провести качественную операцию на магистрали, специалисты трудятся не покладая рук. Асфальт на этом участке укладывают в три слоя – песок, щебень и битум. Секрет дорожных лекарей. У нас работа в трезах сама главная. А мы за ней уже идем, просто подливаем пешку. Уже скоро водители смогут проехать по свежему асфальту и оценить новое покрытие. А пока автомобилистам стоит помнить про эпицентры дорожного ремонта при выборе маршрута. Большое дело маленькими руками. Воспитанники 553 детского сада научились мастерству ландшафтного дизайна. Малыши вместе с профессионалами природного оформления смогли превратить заурядный участок земли в прекрасный оазис. Цветочное декорирование, стрижка кустов и восстановление тропы здоровья. И все за пару часов. Рецепт наведения красоты под небом прост – 38 кустарников и около 70 многолетников. Плюс старания каждого ребенка и взрослого. При небольших материальных затратах и профессиональном подходе, и душевном участии можно сделать этот садик для их детей настоящей сказкой. Я первый раз вражал, что это мне очень понравилось. В моем детском саду теперь будет очень красиво. Идея озеленить территорию возле сада появилась у дизайнеров. Все они – члены ассоциации специалистов в ландшафтной индустрии Беларуси. Каламбур на улице Буденного с буквами Н в фамилии Маршала не смогли разобраться. Если ехать по Долгобродской, можно заметить таблички с вариативным написанием известной фамилии на белорусском языке. Такое сообщение поступило на горящую линию СТВ. На указателе улицы Буденный с одной Н, а на расписании транспортной остановки уже с двумя. Такой казус сразу бросается в глаза водителям и прохожим. Горожане, особенно жители улицы, на которой замечена языковая ошибка, надеются, что вскоре инцидент с буквами Н устранят. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.by. Звоните по телефону горячей линии 1 600 700 и помните, нам важны подробности. Материнский подвиг. В столице сегодня чествовали многодетных минчанок. В Международный день семьи 17 орденов вручили тем, кто воспитал 5 и более детей. На торжественной церемонии всех гостей праздника ждал творческий сюрприз от самых маленьких минчан и поздравления от военного хора столицы. Место каждого руководителя сегодня быть на таких мероприятиях для того, чтобы сказать слово благодарности и признательности нашим семьям, нашим матерям. Королев нас просто награждают за наши труды. Чувство восторга, чувство чего-то переполняющего душа. Тазы и кастрюли снова в моде. С сегодняшнего дня в столице начинается поэтапное отключение горячей воды. Первыми временные неудобства ощутят жители улиц Куприянова, Сурганова, Филимонова и проспекта Держинского. Холодный период продлится не более двух недель. Получить дополнительную информацию и узнать график отключения горячей воды в своем доме минчане могут на сайте Мингорысполкома. Безопасность детей под контролем. Столичная прокуратура до конца мая проведет мониторинг игровых площадок во дворах жилых домов. На надежность будет проверена каждая горка, турник и качели. К слову, свои замечания по содержанию и обслуживанию детских площадок могут высказать и горожане. Для этого нужно позвонить в прокуратуру района по месту жительства. Целью мероприятия это профилактика детского травматизма. В ходе проверок прокурорскими работниками будет проверено состояние детских игровых площадок, санитарное и техническое их состояние, а также насколько они безопасны для жизни и здоровья детей. Мы обращаемся к гражданам, у которых есть замечания по содержанию и эксплуатации детских игровых площадок. Обращайтесь в органы прокуратуры по месту жительства, либо по телефону 306-23-91. Самый семейный праздник. Сегодня наши корреспонденты предложили минчанам определить составляющие крепкой и счастливой семьи. Сначала, наверное, надо, чтобы по любви состоялась эта семья. Взаимопонимание – это первое. Прощение обязательно. Ну и доброта, наверное, сама человеческая. Самое главное, наверное, любовь. Когда есть любовь в семье, будет и понимание, будет и помощь, будет всегда поддержка, и тогда будет просто все прекрасно в семье. Каждый день делять внимание своей семье, своим детям и почаще проводить время вместе. У меня сегодня годовщина супружеской жизни, кстати, в этот же день. Ну, мне кажется, что главное, чтобы у супруги, наверное, уступать друг другу умели. Прежде всего, уважение в семье друг к другу, мужа, жены, почитание взрослых. Дома никогда не ссориться и всегда выслушивать мнения других. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Азыкова. Всего доброго и до встречи.